МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он бросил вызов системе, проложив новый путь развития казахстанского искусства. Полвека назад вместе со своими единомышленниками он начал создавать национальный стиль живописи. Почему советские чиновники так не любили картину счастья? И в чем видел свое собственное счастье художник Салихиддин Айтбаев? Историческая справка. Счастье. Автор Салихиддин Айтбаев. Алмата, 1966 год. Холст Масла. В середине 60-х годов в Москве, в Манеже, прошла большая молодежная выставка. В этом огромном пространстве привлекла внимание работа тогда неизвестного художника из Казахстана, который назывался «Счастье». Ее автор Салихиддин Айтбаев. Именно в это время во всех республиках СССР начинается некий подъем, можно сказать, даже бунт. Художники, писатели, режиссеры находились в поисках собственного пути, вне официальной модели. Картина Салихиддина Айтбаева «Счастье», написанная в 1966 году, стала своего рода символом новой эры в изобразительном искусстве республики. Вот в этой работе сосредоточены как раз-таки те задачи, которые в дальнейшем другие художники, Ислам Айтбаев, развивали в своем творчестве. Помимо Салихиддина Айтбаева, в это время активно работали и другие казахстанские художники. Шаймардан Сариев, Токболат Тогузбаев, Еркин Мергенов, Евгений Сидоркин, Абдрашид Садыханов. Позже эту группу талантливых людей назовут «шестидесятниками». Эта группа шестидесятников, они, конечно, были очень такими строптивыми, они отстаивали свои позиции. Это было время, когда быть бунтарем и бедным художником, это было престижный посчет. Они бросали вызов существующей модели. И стремительно меняли изобразительное искусство. Молодые, упрямые и дерзкие дети оттепели, как их называли, не признавали канонов и шли своим путем. Салихиддин Айтбаев был своего рода негласным лидером того поколения. Наблюдалось противостояние между ними и художниками первого поколения, которые больше были ориентированы на реалистическое искусство, академического, классического типа. В 1963 году их исключали из училища. Прозвучала такая очень серьезная статья о том, что они там формалисты. Историческая справка. Салихиддин Айтбаев. Живописец, график, заслуженный деятель искусств Казахстана. Годы жизни 1938-1994. Окончил Алма-Атинское художественное училище имени Гоголя. Его преподавателями были Уке Ажиев и Малдахмед Кенбаев. С 1961 года активный участник различных выставок. С 1965 года член Союза художников СССР. В 1966 году на Всесоюзной выставке молодых художников СССР была представлена его картина «Счастье», которая принесла ему широкую популярность. В том же году за серию «Моя Родина» художник получил премию Ленинского комсомола. В 1975 году он пишет серию работ, посвященных архитектурным памятникам средневековой Хивы. Салихиддина Айтбаева считают одним из лидеров направления шестидесятников. Почему же картина «Счастье» Айтбаева стала знаковой для того периода? Дело в том, что своей главной задачей художники того времени считали создание собственного национального стиля. Именно работа Айтбаева была той первой ласточкой, которая проложила дорогу в другое измерение. Чиновники от искусства, хотя и чувствовали, что в картине заложена некая провокация, так и не поняли замысла автора. Официальная критика причислила ее к так называемому «суровому стилю». Историческая справка. Суровый стиль. Направление в советском искусстве конца 50-х, начала 60-х годов 20-го века. Его характерны черты. Поэтическая героизация, подчеркнутая энергия, воля и драматизм персонажа. Работы, написанные в суровом стиле, отличают монументальность и лаконичность. Стоит отметить, что вся творческая среда в то время была единой. Нередко в мастерских художников собирались писатели, поэты, архитекторы. Одним из духовных лидеров того времени был Олжа Сулейменов. Его поэма «Земля, поклонись человеку» стала флагманом для всего поколения. Разгадай, почему люди тянутся к звездам, Почему в наших песнях герой – это сокол? Почему все прекрасное, что он создал, Человек помолча называет сокол? Лидеры, кумир поколения всего – это Олжа Сулейменов. Вот они и жили по его принципу. Это вот бросим робким дропам, топот копыт в лицо. И художники притворяли вот эту позицию, когда они постоянно находились в поиске. В художниках проснулся бунтарский дух. Они смело ломали стереотипы и создавали что-то новое. В картине Айтбаева «Счастье» некоторые критики тоже находили мотив господства человека над родной землей. Но это утверждение было ошибочно. Таким образом проявлялись какие-то мировоззренческие, ментальные идеи и ощущения культуры кочевников. Кочевник ощущал себя в природе, как часть природы. Очень органично, естественно. Большое влияние на казахстанских художников оказало творчество постимпрессионистов. Ближе всех по духу им были работы мексиканцев Риверы, Аруско, Секейроса. Монументальность их фресок привлекала казахстанских художников своей четкостью и лаконичностью. Интересно, что их композиционные решения по-своему оказались близки казахскому народному творчеству. Глядя на картину «Счастье», можно заметить явное сходство с текеметами, яркими войлочными коврами. Художник Шаймардан Цариев в то время даже советовал своим коллегам после написания картины бросать холст на пол и рассматривать его сверху, как ковер. Впрочем, не обошлось и без критики. Айтбаева обвинили в плакатности. Картина «Счастье» на взгляд чиновников несла в себе слишком обобщенный смысл. А для соцреализма была характерна сюжетность и детализация. В работе Айтбаева мы видим лаконизм формы и цвета, уход от деталей. Фигуры людей представлены монументально, почти знаково. Это не соответствовало требованиям того времени. Однако такая реакция не помешала Салихиддину Айтбаеву написать в таком же стиле еще несколько работ. Самые известные из них – «Молодые казахи» и «Обед на полевом стане». Интересно, что на этом полотне рука мужчины, которого мы видим слева, изначально лежала на столе и прикрывала кусок хлеба. Айтбаеву было сказано, что советский человек не может отгораживать свой хлеб от товарища. И художник переписал этот фрагмент. Интересно, что картина «Обед на полевом стане» была заказана Айтбаеву Министерством культуры. Как было принято, в то время художественный совет должен был утверждать работу на нескольких стадиях, начиная с эскиза. Поначалу картина не вызывала нареканий. Но ближе к финалу художника стали обвинять в искажении формы, подражании кубизму, в частности Пикассо. Айтбаеву было настоятельно рекомендовано отказаться от такой позиции. Однако самым абсурдным было обвинение в сходстве с легендарной картиной Леонардо да Винчи. Вот художественный совет увидел в этом где-то перекличку «Стайной вечери». Айтбаев несколько раз все это переписывал, но вместе с тем в подъезде его дома появились надписи «Пикассист». Кроме мексиканцев, Салехиддина Айтбаева привлекали еще два художника – француз Поль Сезан и испанец Пабло Пикассо. Имена постимпрессионистов были у всех на слуху. Журналы и книги с их работами доставались из-под полы, их творчество бурно обсуждалось, а сами они в Советском Союзе находились под запретом. Официальные круги в их работах видели искажение действительности. Именно под влиянием кубизма Салехиддин Айтбаев создает свою знаменитую картину «Обед на полевом стане». Несмотря на шквал критики, Салехиддин Айтбаев все же закончил картину так, как хотел. Деньги художнику были выплачены, и Минкульту ничего не оставалось, как принять работу. Однако само полотно на долгих 20 лет было закрыто в запасниках дирекции художественных выставок. Не случайно, что в 60-е и 70-е годы создавалось достаточно много портретов. Этому есть вполне логическое объяснение. Для художников этот жанр, который в меньшей степени подвергался цензуре, стал своего рода идеологической отдушиной. Изображая людей, можно было передать их настоящие переживания, мысли и даже отразить исторический момент. В творчестве Айтбаева портреты всегда превалировали. Он и сам очень любил людей. Когда ему дали мастерскую, все уличные встречи творческой молодежи плавно перетекли к нему. Часто художник спокойно творил, не обращая внимания на шум за спиной, лишь иногда отрываясь от холста и комментируя какой-нибудь момент дискуссии. Салихиддин Айтбаев был яркой личностью. Начинающие художники произносили его фамилию с неким придыханием, настолько он был авторитетным в своей среде. Все, кто его знал, отмечали щедрость художника. Когда он получал гонорар за очередную работу, то у всех вокруг был праздник. Айтбаев всегда со всеми делился – деньгами, холстами, красками. Он не боялся экспериментов и заряжал других своей энергией и идеями. Тогда нужно было отметить, что эти художники тихо, спокойно творили. Айтбаев же, он просто брал вот этот лозунг и заставлял всех под него подстраиваться. То есть он, да, он считал, что нужно создать артерию. Вот там башмачники, они делают сапоги по одному, там, как-то на колодке, да? Значит, нужно выработать какие-то принципы в искусстве такие же и всем им следовать. А поскольку вот это вот обаяние личности, напор, темперамент личности, художники шли за ним. Вспомним и другие работы Салихиддина Айтбаева. Гость приехал. Алмата, 1969 год. Нажайляу. Алмата, 1992 год. Вид из юрты. Алмата, 1995 год. Часть творческого пути Айтбаева прошла под знаком кубизма. Он создает серию работ а-ля Пикассо. Приемы зарубежных коллег автор гармонично привнес на национальную почву. Такое сочетание оказалось весьма необычным. Привычные для нас юрты, верблюд или жеребец вдруг обретали некие причудливые геометрические формы. В этой серии художник активно использует свой излюбленный цвет – аквамарин. Вспомним и другие работы Салихиддина Айтбаева. Горный аул. Алмата, 1977 год. Верблюды Нажайляу. Алмата, 1974 год. Теперь давайте поговорим о композиции данной картины. Дело в том, что сама картина «Счастье» выполнена очень интересным образом. Вся композиция вписывается в простой треугольник или в форму, похожую на треугольник. Это типично академическая система изображения людей. Сидячая девушка и парень образуют эту фигуру. Но техника исполнения совершенно новаторская для своего времени. Она как раз и показывает те стремления Айтбаева, к которым он шел, и те живописные принципы, которым будет проповедовать в дальнейшем своем творчестве. В 2010 году картина «Счастье» Салихиддина Айтбаева была одной из центральных работ в экспозиции, представленной аукционным домом «Кристис» в Лондоне. Всего же на этой выставке было продемонстрировано 75 полотен казахстанских художников. Интересно, что одежда у главных героев очень интересная. То есть мы практически не видим, к какому времени она принадлежит. Это могло произойти 100 лет назад, это могло произойти 50 лет назад. Точно так же это могло быть нарисовано и написано только вчера. Поэтому данная картина практически не имеет привязки во времени. Фактически в любой момент времени она современна. Это очень интересный факт. В 2004 году казахстанский художник Аскар Ездаулет создает одноименный ремейк на картину Айтбаева «Счастье». Это был своеобразный жест уважения к поколению шестидесятников. Удивительно, каким образом Айтбаев стилизует лошадей. Такую стилизацию обычно мы можем увидеть у детей и в очень древних наскальных рисунках. То есть дети и древние люди очень хорошо и очень сильно стилизовывали животных. И такого уровня стилизации практически не добивается ни один художник. У Айтбаева же мы видим очень сильную стилизацию. И лошади практически сведены в иероглиф. Это уникальное свойство замечательного художника. Казахи с древних времен считали, что счастье человека напрямую зависит от воли стихий, а также от животных или птиц, которые приносят удачу. Они верили, если почитать стихии и совершать определенные ритуалы, то в доме всегда будут счастье и богатство. К примеру, считалось, если у человека есть лошадь с пятнами на гриве или хвосте, то ни в коем случае нельзя ее никому отдавать, иначе дом покинет счастье. Подобные поверья несут в себе отголоски языческой веры, тенгрианства и шаманизма. Примечательно, что лица у главных героев практически не имеют выражения. Они просто смотрят куда-то добродушным взглядом. В большинстве случаев в изобразительном искусстве левый край – это прошлое, правый край – это будущее. Поэтому их взгляд устремлен больше куда-то вперед, больше в будущее. При этом очень удивительно, что руки у них показаны не столько изящно, сколько с позиции того, что это руки трудолюбивых рабочих людей. Таким образом, Айдбаев показал, что эти люди не привыкли к такому праздному проведению времени. То есть данная постановка, данная фигура немножечко выглядит неудобной для них, но тем не менее сами персонажи выглядят настолько естественно, настолько реалистично, что мы буквально верим каждому штриху, каждому мазку данной картины. Вспомним некоторые казахские пословицы на тему счастья и благополучия. Счастье может отвернуться, но родственники – никогда. Ключи счастья в труде. Счастлив джигит себе цену знающий. Счастлив народ сам собой правящий. Верблюд – это богатство. Овцы – щедрость. Кони – красота. Быстроногий конь не просто конь. Он дает крылья. Джигит, у которому удача улыбается, счастье само повстречается. Добрые слова – половина счастья. Дождь с небес проливается. Счастье на землю спускается. Хороший человек рождается. Счастье народу является. Давайте подумаем, а почему все же картина названа «Счастье». В принципе, мы видим, что художник изображает молодую, скорее всего, семью. То есть мы видим молодого мужчину, молодую женщину. Они явно влюблены. Это говорит близость их поз. Мы видим, что на заднем плане видны лошади, как символ богатства. Мы видим, что они сидят достаточно крепко на своей земле, на своей родине. И для самого художника эти черты, эти качества данной картины представляли собой то счастье, которое он хотел изобразить на данном полотне. Вспомним картины других художников на тему счастья. Спартак Арутюнян – бокал счастья. Марк Шагал – над городом. Иухеньо Зампиги – счастливая семья. Харрисон Фишер – одену-ка я счастье. Вот эта искренность и честность, которая в нем есть, и желание, желание вот изменить этот мир, да, и создать вот какие-то такие очень четкие, ясные формулировки, оно вот, наверное, во всех работах и во всех периодах, что и привлекает. То есть вот он я. В последние годы у художника появляется другой почерк. Его палитра значительно усложняется, появляются неожиданные цветовые сочетания, композиция обретает некую дробность, в ней чувствуется ритм и орнаментальность. Однако жизнь художника внезапно прерывается. Салихиддин Айтбаев погибает под колесами автомобиля. Прозрение ведет к борьбе, а борьба к победе. И он победил свое время. Картина «Счастье» стала переломной для своего времени. Она запустила процессы, которые привели к созданию национального казахского стиля в живописи. Единение с природой, гармония с самим собой, любовь к родной земле и к людям, которые на ней живут. Именно в этом и видел свое счастье бунтарь и вдохновитель своего поколения Салихиддин Айтбаев.